Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК, в студии работы Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Высокие результаты как итог серьезного труда и пожелания населения для его продолжения. Глава области отчитался перед сверхказахстанцами и ответил на их вопросы. После Кумар Аксакалов провел личный прием. Южная столица стала еще ближе. Улететь в Алматы теперь можно всего за 10 тысяч тенге. Отчего сегодня зависит стоимость билета в один из главных городов Казахстана. Помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Сотрудники уголовно-исполнительной системы навестили бывшего узника концлагеря. Рост в промышленности, сферах строительства и сельского хозяйства. Об итогах проделанной в прошлом году работы отчитался глава региона Кумар Аксакалов. После у североказахстанцев была возможность озвучить наболевший вопрос. Шансом быть услышанным воспользовались порядка 20 человек. Многие приехали из районов. Айгири Мукашева с подробностями. Аграрный край с огромным потенциалом. В прошлом году мы собрали богатый урожай, открыли заводы по его переработке. Продукцию под маркой «Сделано» в Северном Казахстане стали узнавать на мировом рынке. Экспорт сельскохозяйственных товаров в нашей области вырос на треть. Теперь стоит задача экономику региона трансформировать в аграрно-индустриальную. Поможет в этом открытие новых заводов и фабрик, расширение имеющихся предприятий. От ноутбуков до ламинированной фанеры и шпона, а еще биоэтанолы, даже электротехническую продукцию будут производить у нас. Мы будем производить трансформаторы до 12 тысяч единиц в год. В этом месяце начнутся ремонтные работы здания бывшего завода ММД площадью 17 тысяч квадратных метров. В области появится ветровой парк общей мощностью 50 мегаватт. Будет установлено 25 ветрогенераторов. Малый и средний бизнес тоже не отстает. Вот они отчисляют больше половины налогов в копилку региона. Сейчас в области свыше 30 тысяч субъектов предпринимательства, в которых занято 107 тысяч человек. Все благодаря хорошей господдержке. Всего на поддержку малого и среднего бизнеса направлено было 47,4 миллиарда тенге. Начиная от сельхозсубсидий и заканчивая поддержкой по строительству инфраструктуры для субъектов бизнеса. Надо сказать, что в 2019 году объемы финансирования на кредиты и гранты увеличены в три раза и достигли 7,7 миллиарда тенге. Было поддержано 3345 субъектов бизнеса. 82% из которых открыли свое дело на селе. Эти предприятия обеспечили работой свыше тысячи семей. Да и в целом сейчас большой акцент делают на развитие сел. К опорным и перспективным проводят воду, ремонтируют дороги, школы. Остров в деревнях стоит вопрос и с медициной. Чтобы решить проблему, в области ежегодно увеличивают финансирование. В 2019-м в здравоохранение вложили свыше 42 миллиардов тенге. Это на 60% больше, чем три года назад. Приобретают дорогостоящие оборудования, половину отправляют в села. И для населения обследование и лечение абсолютно бесплатные в рамках УСМС. Изменения почувствовали и жители областного центра, и сельчане. У нас, допустим, в районе Габита-Мустрепова открылся отделение реабилитационной помощи на 15 коек. Население наше прикрепленное, которое у нас проживает, после таких тяжелых операций, после инсультов, после инфарктов, они будут получать на месте необходимую помощь. И не нужно будет им обращаться в какие-то там республиканские центры, потому что оборудование закуплено, врачи обучены. Мы просто сейчас медперсонал полностью готов к этому. Мы уже эти процедуры выполняем. От амбициозных планов к насущным проблемам. В письмах их североказахстанцы озвучивали неохотно. Зато в соцсетях были очень активны. Вопросы поступали даже после завершения отчетной встречи. Некоторые из тех, кто комментарий оставил вовремя, ответ получили. Газификация региона интересует нас. Когда придет район вокзала, все топят уголь. Стоит смог, дышать нечем. Есть план газификации. В прошлом году газ пришел уже в Нур-Султан. Вторая очередь это Нур-Султан Кушетал. И третья очередь это Кушетал Петропавловск. По плану все есть. Но в прошлом году, когда приезжал президент нашей страны, Каса-Бжимар Кемелыч, мы этот вопрос попросили ускорить. Данный вопрос сейчас рассматривается на уровне правительства. Львиную долю отчетной встречи отвели для людей у микрофонов. Порядка 20 североказахстанцев воспользовались возможностью задать наболевший вопрос. Елена Семигулина здесь от лица всех жителей села Тепличного. Он находится недалеко от областного центра. Правда, дороги там, как в деревенской глуши. Два километра превратились в полосу препятствий для тех, кто каждый день едет на работу и учебу. У нас вся дорога убитая. Автобусы у нас уже делали забастовку. Мы до полпути, получается, ходили, не могли. Потому что им приходится, чтобы объехать эти ямы, им приходится выезжать на встречные полосы. Дорога на балансе Козелжарского района. Деньги, а именно 75 миллионов тенге, уже выделили. Сейчас ищут подрядчика. Объявили конкурс. А Бахаджамал Курумбаеву привело сюда недовольство общественным транспортом. Ездить на старых, ломающихся и грязных автобусах горожане устали. Вы нам обещали новые автобусы, хорошие, теплые. Сейчас мы замерзаем в маленьких микроавтобусах. Новые, современные, комфортные автобусы будут. На них выделили 750 миллионов тенге, говорит Кумар Аксакалов. Главное, чтобы предусмотрели пандусы и места для людей с особенными потребностями. Эту проблему поднял директор общественного объединения «Мир без границ». Пожелания учтут в обязательном порядке. Приобретут транспорт, удобный для маломобильных групп населения. Но и на этом проблемы особенных людей не заканчиваются, рассказывает Серегжан Есенов. В 2019 году мы делали запрос о возможности рассмотрения вопроса финансирования, установления подъемников в подъездах жилых домов для лиц с ограниченными возможностями. Потому что на сегодняшний день очень большое количество людей проживает в старых домах, и у них нет физической возможности выйти на улицу. Из-за отсутствия таких подъемников многие стали пленниками собственной квартиры. Выйти на улицу без посторонней помощи невозможно даже тем, кто живет на первом этаже. Стоит специальный подъемник – 380 тысяч тенге. Мы представляем, какие трудности, чтобы человеку просто добраться до дома, значит, и выехать из квартиры и так далее, и так далее. Поэтому давайте посчитайте, в принципе, эту сумму можем подтянуть. Всеми забытые. Так Елена Слесарева рассказывает про дома по улице Перминовых в микрорайоне Жасуркен. Нет освещения и хороших дорог. Отсыпали нам дорогу, чтобы наши дома не затоплялись. Но нарушили нам подъезд к нашим домам. У нас живут пенсионеры, дети. Скорая помощь отказывается к нам спускаться. Выходить, живя в городе, мы не можем в туфлях. Только в резиновых сапогах. План в этого года у нас есть этот участок. В прошлом году осенью действительно выезжали, но у нас уже средств не было там подсыпку делать. С учетом того, что в прошлом году почти 50 улиц мы подсыпали, мы не смогли там отработать. По освещению, по данным обращения на отчетных у меня не поступало. Давайте я рассмотрю возможности. Также в планах есть расширение и укрепление объездной дороги. Тяжелая техника может заодно зайти и на проблемную улицу, предложил глава региона. Но этот вопрос надо тщательно изучить. Не менее щепетильно нужно продумать и план борьбы с паводком. Уже сейчас снега выпало больше, чем в 2017-м, когда затопилось село и окраины Петропавловска. Принимать меры нужно уже сейчас. Призываю жителей города вывозить снег со своих территорий на проезжую часть. Мы с проезжей части заберем. Не будет хватать денег у города, мы добавим сюда. Такая же работа необходимо сделать и в районах. Разбитые дороги был одним из самых популярных вопросов на этой отчетной встрече. Наряду с водоснабжением. Для этого многие приехали из районов. В планах на этот год отремонтировать более 700 километров дорог. Почти 8 миллиардов тенге – это вдвое больше, чем в прошлом году – выделят на обеспечение населения качественной питьевой водой. Она станет доступна жителям 59 сел. Агири Макашева, Ростан Тлеужанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Сразу после отчета глава региона Кумар Аксакалов провел личный прием граждан. Вопросы жителей области поднимали самые разные. Большая часть обратившихся пришла с просьбой помочь решить жилищные проблемы. А вот родственники героя Советского Союза Абудас Мухамбетова просят Кумар Аксакалова оказать содействие в перезахоронении останков солдата на родине. Ни один вопрос не остался без внимания. Какие меры по их решению примут представители местной исполнительной власти, расскажет Алена Хан. В этом году мы отметим 75-летие Великой Победы – значимое событие для всего мира. Только на полях сражений и в госпиталях погибло больше 8 миллионов человек. Захоронены они в разных городах и странах. К примеру, могила нашего земляка Абудас Мухамбетова находится в Украине. Вопрос о перезахоронении останков героя Советского Союза сегодня подняли на приеме граждан. Кумару Аксакалову рассказали, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, от имени Акима области нужно написать письмо министру иностранных дел Республики Казахстан о том, что северный регион готов принять и перезахоронить останки своего героя. Я согласен, хорошее дело, но надо, чтобы все это соответствовало действующему законодательству. Потому что это очень тонкий вопрос, чтобы не затронуть какие-то моральные, этические нормы. Много обращений касались предоставления жилья. С таким вопросом обратилась жительница областного центра Кульзия Акимова. На 10 квадратных метрах я проживаю с сыном, дочерью и четырьмя внуками. Несмотря на то, что уже на пенсии, подрабатываю и коплю в жилстрой Сбербанке. Но мне сказали, что нужно встать в очередь на жилье в Акимате. А я не подхожу ни под одну категорию. Хочется для себя жилье, хотя бы однокомнатную квартиру. Сегодня в очереди на жилье стоят многодетные семьи, сироты, инвалиды, госслужащие. К сожалению, вас включить в нее мы не можем. Попробуйте решить этот вопрос с помощью детей. Может, они подходят под одну из категорий. Вопросы поступали разные. От развития животноводства до создания новых детских кружков и секций. Все обращения взяты на контроль. Алена Хан, Михаил Казначеев, Новость МТРК. Пассивные комплексы нового поколения. Самоходные опрыскиватели для зерновых и масличных и многое другое. То Авиагрогрупп поставляет на отечественный рынок передовую сельхозтехнику европейского производства. Италия, Австрия, Нидерланды – деловые партнеры агрокомпаний на протяжении многих лет. Современный автопарк сегодня показали савроказахстанским фермерам. Подробности в следующем сюжете. Получать высокий урожай, улучшать условия труда и качество производимой продукции – это то, к чему стремится каждый фермер. Однако осуществить поставленную цель порой бывает сложно. Не позволяет устаревшая техника или оборудование. Решение проблемы с сельхозтоваропроизводителем региона предлагает ТО «Уи Агрогрупп», которое на рынке больше пяти лет. Компания – официальный дилер многих предприятий. На встречу мы пригласили руководителей как крупных, так и мелких хозяйств. Показываем им передовую сельхозтехнику, которую мы успешно реализуем в нашей стране. Она пользуется большим спросом. ТО «Уи Агрогрупп» тесно сотрудничает с производителями из России, Польши, Белоруссии, Италии, Нидерландов, Австрии и многих других стран. Давний партнер компании – австрийский производитель «Петингер». Его современные пассивные комплексы – эталон надежности и эффективности в работе, которые проявили себя в деле. Они не только пользуются большим спросом, но уже смогли завоевать доверие многих наших фермеров. Их спецтехника колесит на полях в шести районах области. Мы представляем такую технологию сегодня по пассивным комплексам. Это дисковые селки, точного высева, которые способны хорошо, как говорится, посеять тот же лен, тот же рапс. Мелкосемянные культуры, травы. Это рентабельные культуры, на которых можно заработать. Посетили главную житницу страны и маркетологи итальянского завода «Мазотти». На мировом рынке предприятие больше 42 лет. Занимается сборкой самоходных опрыскивателей для семян и растений. Оборудование автоматизированное. Местным сельхозтоваропроизводителям представили 11 видов такой техники. Все самоходные опрыскиватели могут опционально устанавливаться на них «Автопилот». То есть механизатор нужен для того, чтобы он на краю поля только развернул машину, поставил обратно на «Автопилот» и машина будет работать сама. Мы готовы сельхозпроизводителям предоставить именно ту машину, которая необходима, чтобы он в кратчайшие сроки обрабатывал сельхозкультуры в нужном ему количестве ядохимикатов. Либо при внесении каких-то удобрений. Цены доступны каждому фермеру, говорят специалисты. Приобрести современную технику можно в кредит через агрокредитную корпорацию или лизинг через КАС «Агрофинанс». Постоянным клиентом «Ви Агрогрупп» несколько лет назад стал Науан Дауримбеков из Кызылжарского района. Выращивает он преимущественно зерновые и масличные культуры. Косилку для сынокосов. Грабли брал у них, рулонник брал буквально где-то 6-7 лет назад. Два года назад я приобрел сейлку «Петнингер». Я почувствовал даже прирост урожая где-то на 5-7 центнеров плюс урожая. Сеет она так же, как и обычные европейские сейлки, в смену где-то 70-80 гектаров. Кстати, «Ви Агрогрупп» имеет партнерские отношения с нидерландской компанией «Баренбрук». Предприятие выпускает семена и различные травосмеси, которые способствуют росту крупного рогатого скота и его удоя. Теперь эта продукция станет доступной для североказахстанских фермеров. Абай Альжанов, Жудзбекер Муканов, новости МТРК. К другим новостям. Два часа, 10 тысяч тенге и вы в Алматы. С 13 марта в Международном аэропорту Петропавловска откроют новый и более выгодный рейс в южную столицу. Раньше североказахстанцы платили за полет вдвое больше. Как новые возможности для путешествий по стране восприняли жители области, расскажем прямо сейчас. У каждого свой вкус детства. Для меня это мамина выпечка, клубничная жвачка, шоколадное мороженое в хрустящем стаканчике и алматинский апорт. В моих руках другой сорт яблок, лишь слегка напоминающих по вкусу и внешнему виду. Символ южной столицы, который появляется на прилавках казахстанских магазинов каждую осень. В Алматы апорт расцветает в середине апреля на площади всего лишь 7 гектаров. Деревья покрываются нежно-розовым ароматным покрывалом из тысячи цветов. Выглядит это очень красиво, если верить фотографиям, а также отзывам местных жителей и туристов. Если рай на земле есть, то какая-то его часть точно в Алматы. Природа там отличается своей уникальной красотой. Горы, уходящие в небо, кристально чистые голубо-зеленоватые озера, казахстанский Гранд Каньон, который манит тысячи туристов своей загадочностью. В самом городе тоже есть на что посмотреть, как в старой, так и новой его частях. Но ведь до всей этой красоты еще нужно добраться и желательно как можно дешевле и быстрее. Билет на обычный поезд до Алматы из Петропавловска в среднем стоит 6 тысяч тенге, больше 19 часов дороги. Билет на скоростной электропоезд обойдется североказахстанцу в 8 или 9 тысяч, ровно 19 часов пути. Стоимость билета на самолет из областного центра до южной столицы сегодня начинается от 9 990 тенге. Время полета 2 часа 10 минут. Раньше, чтобы отправиться в Алматы, прямиком из международного аэропорта Петропавловска североказахстанца отдавали около 25 тысяч тенге. В местной воздушной гавани около года вели переговоры со столичными партнерами, чтобы жители региона имели возможность быстро, комфортно и, самое главное, бюджетно летать в один из главных городов Казахстана. Цена будет начинаться от 9 999 тенге и доходить до 30 тысяч тенге. В 9 тысяч входит, что вам предоставляется место в самолете, который выдаст система, и 5 килограмм ручной клади. Если же у вас будет багаж, за него надо будет доплатить отдельно, за 80 килограммов. Если вы хотите выбрать место в салоне воздушного судна, вам также надо будет доплатить. Покупать можно онлайн, можно в кассах, можно здесь у нас в аэропорту. Чем раньше вы купите билет, тем дешевле он будет стоить. Их продажа стартовала 10 февраля. Рейсы начнутся с 13 марта 4 раза в неделю в нечетные дни в 10 часов утра. Пару часов в комфортном аэробусе 320 на 180 посадочных мест и вы в Алматы. Прекрасно. Сейчас особенно начинается весеннее, потом летний сезон. Спасибо, что открыли новый путь. Очень хорошо, что создаются такие условия. Когда-нибудь с дочерью слетаем в Алмату, посмотреть город, горы. У меня зять туда постоянно летает. Хорошее предложение. Давай. Данная работа не будет останавливаться с авиакомпанией «Флайерстанг». Это дочернее предприятие «Эр-Астаны». Главное, чтобы была загрузка у нас и будет спрос. Мы планируем на ежедневной основе оставить этот рейс. И самое, что немаловажное, цены в районе 10 тысяч – это будет практически половина воздушного судна. То есть, если у нас, скажем так, в салоне 180 кресел, то минимум половина должна быть именно по этой цене. Сейчас Международный аэропорт Петропавловска ведет переговоры со столичной авиакомпанией, чтобы во второй половине 2020-го открыть новые направления. Возможно, уже в середине лета сверхказахстанцы смогут летать в Нур-Султан, Караганду и Актобе. Дарья Пушмынцева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Год серьезных планов. В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла встреча участников клуба волонтеров. Существует он с 2007 года и насчитывает в своих рядах полсотни юных добровольцев. Вместе они помогают ребятам из детских домов. Ровесникам с серьезными заболеваниями, одиноким пенсионерам заботятся об окружающей среде. С представителями поколения Next, которые хотят менять мир вокруг себя, познакомилась наша съемочная группа. Сериал с любимой вкусняшкой, игры и переписка с друзьями на смартфоне. Так проходит вечер большинства молодых людей. Ребята, находящиеся в этом зале, выбрали другой способ проводить внеучебное время. За их плечами десятки полезных мероприятий и акций. Клуб волонтеров – незарегатрированная организация, которая просто делает добрые дела. Мы работаем с неправительственными организациями, с организациями по защите прав детей. Это и школы, и колледжи, они подключаются, вот наш основной костяк, и мы что-то совершаем, то есть кому-то помогаем. В клуб волонтеров входит полсотни юных петропавловцев. На более активных и пассивных делить их в нем не принято. Ведь слово «волонтер» подразумевает под собой добровольное совершение добрых дел. Не с под палки, а исключительно по желанию. Стараемся со студентами нашего колледжа идти помогать дом мамы, дом ребенка, также детская деревня. Проводим различные игры, акции. Сбор канцелярских товаров, спортивный инвентарь собираем. Все для детей, у кого нет родителей с заболеваниями. У меня с детства заложен этот стимул и только делаю ради улыбок людей. Клуб волонтеров открылся в 2007 году. За 13 лет его участники сделали много добрых дел. В 2020-м здесь планируют выйти на новый уровень и подключить к работе ребят не только из областного центра, но и районов. Дарья Пашмонцева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Помочь пожилым – святое дело. Сотрудники уголовной исполнительной системы побывали в гостях у бывшего узника концлагеря Виктора Клочкова. Вместе со своей супругой он живет в частном доме, ухаживать за которым пенсионеры не в силах. За час команда добровольцев переделала все домашние дела. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Виктор и Надежда Клочковы проживают в частном секторе. Хозяин дома – узник концлагеря, его супруга – туржиница тыла. С болью в душе вспоминают военные годы. Вместе они уже 56 лет. Познакомились здесь, в Петропавловске. Этот дом построили своими руками. Вспоминают, как заливали фундамент, штукатурили, белили. Сегодня следить за порядком пожилой паре сложно. Здоровье не позволяет и годы. Обоим на девятый десяток. Поддержать их и помочь по хозяйству пришли работники уголовно-исполнительной системы. Мужчины принялись очищать двор от снега, а девушки – за генеральную уборку дома. Пенсионеры очень рады такому вниманию. Везде всю пиль собрали, везде все помыли. Я такая рада девочке. Чего не жить нам? Только жить. Нам хорошо приходят, помогают. Девятого хорошо нам помогают и все делают. Оказывать помощь пожилым людям, в том числе и одиноко проживающим, для работников ведомства стало доброй традицией. Выезжают ко всем, кому такая поддержка необходима. Такие мероприятия у нас проводятся на постоянной основе, также ветеранам Великой Отечественной войны, тружникам тыла, детским домам в целях воспитания молодых поколений, чтобы они знали, ценили, как это нам досталось от свободы. После часа работы двор и дом семейной четы было не узнать. С начала года в департаменте уголовно-исполнительной системы помогли двум ветеранам труда, а также работникам и воспитанникам нескольких детских домов. Анастасия Астертак, Избек Иракбаев, новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. МатрК. Будьте всегда в курсе働ки. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Смотрите МТРК-БД.